Андрей Степанович, несмотря на мои неоднократные обращения, Вы не дали данные о сокращении числа вновь назначенных пенсий вследствие повышения пенсионного возраста и об увеличении ежегодной убыли пенсионеров, к сожалению, вследствие смертности. А факты таковы. К концу 2022 года количество получателей страховых пенсий уменьшится по сравнению с началом реформы с 2019 годом примерно на 2 миллиона человек. Ориентировочно половина этого сокращения – это повышение пенсионного возраста, а половина – избыточная смертность. При этом никакого опережающего повышения пенсий, что было обещано и народу, и президенту, нет. Вопрос. Почему при профиците пенсионного фонда в 2020 году практически полтриллиона рублей не были проиндексированы пенсии работающим пенсионерам? И почему при таком стремительном сокращении числа пенсионеров и продолжительности жизни не ставится вопрос о приостановке пенсионной реформы? И по другому фонду хочу просто отметить, что фонд социального страхования выполнил фактически в два раза большую нагрузку по выплате больничных листов без фактически дополнительных дотаций и без проблем с администрированием. В общем, хотелось бы отметить работу фонда в условиях пандемии. Спасибо. Спасибо большое, Оксана Генкова. Во-первых, мы справку направили. Справка была согласована предварительно в установленном порядке с профильными ведомствами. Я думаю, еще раз хочу сказать, что у вас хороший математический вопрос о том, как надо поменять методику учета пенсионеров. Пенсионный фонд раньше отталкивался только от численности, и в этом отношении мы готовы ровно эту методику пересмотреть. Подтверждаем, что у нас ведется учет, и, наверное, мы вам покажем временные ряды, для того, чтобы посмотрели, что у нас в 2022-2023 году, из-за того, что разная численность, как раз и меняется. В одном году есть миллион прибывших, в другом 440 тысяч, а в третьем – 2400. Такая методика, мы готовы ее показать. Что касается индексации пенсии, мы говорили в прошлый раз, что для того, чтобы сделать такую индексацию работающим, надо все-таки определить модель, и вам назвали число, которое является базой для умножения. Что касается, коллеги, еще раз вернусь к вопросу остатка 500 миллиардов. Мы все-таки сторонники переговорить с Минфином по поводу терминологии «профицит-дефицит». 500 миллиардов не являются профицитом как доходами, они являются остатками зарезервированной под расходы будущих периодов. И модель заключается в следующем, что если количество пенсионеров увеличивается по сравнению с расчетным, то из этих остатков выплачиваются пенсии дополнительные. Если по той или иной причине уменьшается количество пенсионеров, то деньги в этот резерв восстанавливаются. Право у пенсионного фонда проводить дополнительную индексацию за счет этих средств законом не предусмотрено. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok